МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сейчас в Межегорье более 20 лебедей. Этим летом привезли двух птенцов-подростков. Их перья еще кофейного цвета. Гака доставили из Львовской области. Там он проглотил рыболовный крючок. Отсюда и кличка Гак. Его прооперировали, и лебедь имеет все шансы следующей осени улететь в теплые края. А вот Говорун останется здесь навсегда. Второй малыш этого года, Говорун, очень крупный. То есть птенцов выращивала пара лебедей рядом с дачным поселком. И люди их очень серьезно подкармливали. Как бы все время там булки давали хлеб. И он очень толстый, тяжелый получился. И очевидно, вот из-за этого и крыло сломал. То есть когда учился летать, сломал крыло. Говорно удалили часть крыла. А вот Степаниде, которую скусала собака, пришлось удалить крыло полностью, так как рана была инфицирована. Позвонили, когда, что вот такая ситуация, что сидит на гнезде, на яйцах, но неделю, как уже сломано крыло, и лапа попала в эту рану, запуталась она в крыле. Я говорю, что срочно, потому что жара, может быть заражение крови, срочно везите к нам. Но получилось, что привезли Степаниду и привезли с целыми крыльями Степана. Степан – вторая половинка Степаниды. Дачники, которые наблюдали за ними 10 лет, рассказывали биологам, пара за это время вывела более полусотни птенцов. Поэтому и привезли их в Межегорье вместе, чтобы не разбивать семью. Некоторые птицы с незначительными повреждениями крыльев улетают зимовать на юг. Трое у нас улетело, вот это первого года, то есть приюту уже два года, две зимы. И вот те пострадавшие лебеди первого года, ослабленные три, нашли в себе силы, как бы отъелись, у нас все лето прожили, и осенью позднее улетели. Ранней весной биолог Сергей ожидает прилета своих питомцев из теплых краев. Инесса Занина, Руслан Белозеров, ИОЭ-ТВ.